В прошлом году Сергей Морозов решил отойти от привычного формата годового отчета и рассказал не об итогах 15-го, а расширил обзор выкладками развития региона за 5 лет. Объяснив это тем, что Ульяновская область уже прошла этап по выходу из депрессивного состояния в самом начале 21-го века, а на втором этапе начала закладывать основу для прорыва экономического, технологического, социального. Сегодня время третьего этапа. Ульяновская область выстроила фундамент инновационно-ориентированной экономики. Результаты позволяют с уверенностью говорить, что вектор выбран правильно. Ключевые показатели развития региона в 2016-м тому подтверждение. Первый и основной из них – исполнение бюджета. Область уже несколько лет подряд находится в числе лидеров по росту собственных доходов. В прошлом году мы заняли третье место среди субъектов страны по темпам роста бюджета. Доходы областной казны составили 48,3 миллиарда рублей. Это 25-процентный рост. Наш второй успех – это показатели, которые получены в реальном секторе экономики. Как в традиционных отраслях, так и в тех новых, которые мы сегодня закладываем. Третий год подряд продолжается рост реальных объемов промышленного производства. В 2016-м году он составил 2%. Кому-то может показаться мало, но для объективности ради это значительно выше, чем в среднем по Привозскому округу и стране. Для сведений, за последние три года суммарный рост составил более 6%. Это в два раза больше, чем в Привозском федеральном округе и в три раза больше, чем по России. Обращаю внимание, что за последние 12 лет, лишь в кризисных 2009 и 2013 годах, мы имели отрицательные темпы роста промышленности. 10 лет роста экономики. Этим можно гордиться, этим нужно гордиться. К положительным результатам можно отнести и тот факт, что впервые за 20 постреформенных лет достигнут минимальный уровень инфляции – 5,5% за год. И тенденции прошлого года продолжены. За первый квартал 2017-го уровень инфляции составил порядка 1%. У нас есть достаточно неплохие показатели по основным отраслям. Это промышленность, сельское хозяйство, которое входит в расчет индекса, скажем, базовых отраслей региональной экономики. Это тоже достаточно неплохо, то есть, несмотря на определенные кризисные проявления, вот, эта динамика была удержана в положительной зоне. Есть хорошие, безусловно, показатели по жилищному строительству. Мы здесь имеем объемы ввода жилья на уровне, превышающем, так сказать, максимальные советские темпы. Вот, у нас достаточно хорошие показатели по безработице, это, так сказать, тоже исторические минимумы. Отчет губернатора получился бы несколько приторным, если бы не ложка дегтя, ведь есть еще и те сферы, где результат оказался ниже ожидаемого и планируемого. Например, по итогам 2016-го года зафиксировано падение реальных доходов населения, а значит, растет и доля тех, кто находится за чертой бедности. Тенденция в масштабах страны неприятная, но регулируемая, если вовремя предпринять грамотные экономические решения. Я хочу сказать, значит, вспомнить цитату одного мультгероя, Кота Матроскина, который говорил, что совместный труд для моей пользы, он объединяет. Так вот, нас совместный труд должен объединить не для пользы какой-то иной политической силы или какого-то иного министерства, чтобы их отчеты переливали всеми цветами радуги. А нас всех должно объединить, значит, стремление сделать жизнь жителей Ульянской области лучше. Мы не решили ни одной проблемы, по большому счету. Не проблема ЖКХ, это на совесть не только губернатора и его правительства, это на совести и законодательного собрания. Не обеспечение людей чистой, качественной водой, не газификация населенных пунктов Ульяновской области 62%, в то время, когда в Татарстане рядом 94%, в Самарской, Пензенской и ряде других областей соседних на уровне 90% и так далее. У нас 62%. Дороги уже навязло в зубах. Деньги выделяются, осваиваются, а потом получается то, что получается. Сейчас прошло заседание фракции, Единая Россия, работа губернатора признана положительной. Одним из приоритетов нашей работы, со своей стороны, было формирование и взаимодействие в рамках наказов избирателей. На сегодняшний момент мы говорим о том, что основные показатели по 2016 году, по всем, которые были важны для нас, и мы их ставили в качестве целевых, достигнуты. Это и ввод в жилья, у нас идет превышение по квадратным метрам, это и, соответственно, работа по системе социального обеспечения, и работа по дошкольному образованию. У нас есть успехи в сельском хозяйстве, мы достигли рекордных показателей по сбору зерновых, у нас практически рекордные за всю историю Ульяновской области сборы урожая по сахарной свекле. Поэтому у нас вот эти вот направления, которые мы задавали как приоритеты, мы отмечаем на сегодняшний момент, что полностью выполнены. Отчет занял два часа. Это мало, если говорить о результатах проделанной работы, и много, если учесть объемы запланированного. Ульяновская область, как и вся страна, стоит на пороге глубоких качественных изменений. Необходимо научиться управлять рисками, заставить общую ситуацию работать на благо конкретной территории, и в каждой региональной модели развития предоставить достойные условия для раскрытия потенциала человека. Владимир Гаврилов, репортер 73.